ну что друзья всех вас приветствую на канале с 22 декабря пятница день чудесный коэффициент думаю будет гореть ну и как понимаетесь не буду катать я на электричке сейчас я конечно начали тигр всем просижу но сейчас краски поеду я сдавать петербургский транзит и возьму уже электричку и попробуем уже что-то заработать ну и посмотрим насколько это хорошая машина или плохая насколько часто буду заряжаться насколько это выгодно вообще на ней ездить то все это все увидим и кстати по поводу дтп моего на бмв пока ребята ничего не известно не пока не известно кто виноват то прав потому что еще записи с камер не посмотрели сотрудники и поэтому нам ничего еще не ответили надеюсь до нового года уж что-то узнаю если что-то уже узнал на момент записи ролика обязательно здесь напишу вот ладно ребят присажившись поудобнее но я очень погнал погнал менять машину ну все господа в общем пересел я на электричку будем естественно к плюс катать и пытаться зарабатывать ну и узнаем насколько ее хватает вообще сейчас я взял машину 85 процентов заряда посмотрим насколько хватит километров ну и принципе так по машине хочу рассказать немножко машинка такая ну реально приятненькая что-то а ле такое современное но и реально когда электрическая и двигатель вообще не слышно салончик сайте просторненький место реально очень много когда сиденье подвинул сам вперед то место я офигел как много больше чем в к 5 ну и принципе я думаю сидеть тоже удобно хотя я еще естественно не сидел вот так машинка прикольно ладно ребята присажившись поудобнее но я очень начинаю запускаться на линии и начинаю работать и зарабатывать ну ребят как обычно приехал в таксопарк петербургский транзит здесь в принципе всегда есть абсолютно машина любого класса даже есть уже электрокар под к плюс который проходит ну и самое главное что машина все со страховками со всеми документами также проблем у вас вообще не будет а что место еще нравится то что здесь заботливые менеджеры вкуснейший кстати кофе можно попить зон отдыха вообще классно как вы видели ну и принципе можно реально отдохнуть и набраться сил чтобы нормально потом уже выйти на линию и зарабатывать ну ребят если вы возьмете в петербургском транзите электричку который проходит под к плюс то вы получаете реально максимальное преимущество но к примеру мой район вы катаете без дополнительной комиссии и ездите спокойно по выделенным полосам также можете заправляться бесплатно электричеством и парковки для вас будет бесплатной в центре города что очень очень круто поэтому ребят если захотите обязательно обращайтесь петербургский транзит ссылочка будет мне в описании и закрепленном комментарии так ну и короче пока я еду ищу закат хочу про машинку немножко рассказать в общем первые такие ощущения конечно очень непонятные во первых вот я сейчас тормоз не нажимаю а нами тормозит потому что включена типа и к плюс режим и он как бы когда тормозит машина сама двигателем типа ля подзаряжается вот то есть тормоза по сути вообще не нужны и она конечно едет бесшумно участных холостых вообще никаких звуков не сдает а когда едешь ну как будто найти реально на троллейбусе троллейбусе каком-то так ну все 1 к плюс 1 0 5 ну и пофиг если за море не будет списывать то вообще без разницы можно даже зелень катать и наслаждаться наслаждаться ну потому что надо реально ездить не на дальнем же расстоянии то есть за город я уж точно это машине поеду не рискнул а по моему району да пожалуйста вокруг зарядки буду ездить и бед не знать красный отмирал требуется да не закрылась по посильнее допрос ну чтож первый заказ выполнен 35 минут 809 рублей неплохо что посмотрим по комиссии а так ребята потратилось метод 10 процентов заряда то есть было 82 процента 10 процентов потратилось но правде с километров было 15 вроде как ну то есть прилично такой маршрутик так долго ехали так что принципе нормально ну чтоб всяком может проехать без зарядки я думаю так а по комиссии почему ты списали может быть конечно что через самозанятого работаю надо будет у парку уточнить или же потом ендекс возвращает не за очень специально по комиссии надо будет выяснить у парка почему потому что может быть реально через их парк работать поэтому не будет списывать машине как-то компенсирует так еще попозже узнаю и вам говорится все расскажу подробности на так я включаю промокод нефиг вы делаться промокоды есть им поэтому буду работать и зарабатывать все-таки новый год надо деньги реально зарабатывать а если кому интересно где эти промокоды беру я уже сто раз говорил просто люди которые самозанятыми становятся будет вот этот мой промокодик они получают два промокода после того как 10 заказов сделать и меня от них один промокод приходит вот так что принципе так вот и мучу их так следующий капрюс шикарно 1 96 да нормально можно реально равен шкатать и как-то выживать ладно погнал я включил камеру включил электричку включил и поехал дальше конечно привычно эти шайбы но надо привыкать еще неделю буду на ней работать с ней больше здрасте ну да как маршрутки так ну шикарненько шикарненько почему-то опять наличка капруск по наличке что частенько начал приходить семьсот семьсот горы 7 минут 50 рублей дали эти хаточку без дачи но конечно девочкам сложновато дверьку открывать и закрывать я сам офигел когда первый раз открыл думали там реально усилил какие нужны девочку такая вообще жестко но справляется если постараться так продолжаем катать мой район ну хотя районе расширил и опять получается забираем со школы сейчас там реально пацан по ходу без машине откроет на вообще эту машину здрасте все приехали в общем восемь процентов у меня заряда сожрало 17 километров ехали и 34 минуты но и 847 рублей конечно можно такой заказ не брать но что-то захотелось так и здесь тоже есть кафе а вот уеду отсюда или нет это узнаем попозже не ребят все таки приходится своим ходом ехать тратить зарядку потому что что-то снова горелыми никак не уехать по нагорелого по заказа приходит но я не хочу что-то катать там комфорт с марки коэффициентом а вот прям город что-то ничего нету ну что как бы приехал я на район коэффициенты конечно горят район выставлен но даже с включенным комфортом заказа не приходит это шанс коэффициент реально бешеный комфорт там вообще до грани уже стреляет то есть там 600 рублей 700 рублей за пять минут а к плюс еще больше ну и бизнес в принципе стоит как к плюс поэтому видимо ждать придется долго но эконом я опять же не хочу врубать чисто мое вот чисто мое я не хочу эконом катать на машине которая проходит под к плюс ладно еще комфорт но эконом не нафиг балтик не хочу так в общем наконец-таки поймал заказ при этом это еще комфорт да пришлось рубить потому что вообще заказов не приходит никаких вот ну и в общем едем пытаемся дальше зарабатывать но ребят знаете что ко мне уже два человека подходят и спрашивает про эту электричку сколько стоит там как она вообще есть сколько заряда хватает так далее то есть люди реально интересуются ну естественно таксисты которые хотят этим тоже взять вот мы пока даже сказать нечего потому что я еще так первый день езжу и даже еще до конца и не разрядил а вот потом уже принципе посмотрим и уже и вам и принципе всем уже расскажу здравствуйте там поселение петербург шоссе да в общем прокатил комфорт но по цене очень хорошо 11 минут и 648 рублей ну и пришел еще цепочка мой тоже комфорт и коэффициент вообще жирный классный поэтому едем быстрее пока не отменили нафиг так друзья давайте немножко отличаемся от работы ну и хочу вам напомнить то что если вы работаете на своей машине или же на аренде но вам разрешено работать через другой парк или же вы просто планируете работать такси то знаете то что я подключаю через свой парк по всей россии и самое главное на самых реально выгодных условиях но вот к примеру если вы работаете в городе санкт-петербург как ям то комиссия парка составит всего лишь 5 рублей заказа причем это фиксированная комиссия на с любого заказа списывается то есть даже если какой-то крупный заказ возьмете то также будет 5 рублей ну и самое главное с бонусов я ничего не беру то есть даже если в яндексе киды бонусов выкатываете то также ничего не берется то есть только заказа 5 рублей и все но понятное дело питер город большой и заказа нас пожирнее но про регионы тоже не надо забывать поэтому для регионов и сделка миссию еще ниже примеру есть у тебя совсем маленький город то будет рубль заказа если город чем побольше 2 рубля или же 3 рубля, если город прям миллионник. Ну и, конечно же, не забываем самые главные фишки моего парка. Это то, что можно выстоять только без наличной оплаты, чтобы вообще не катать наличку. Также выводить денежки вы можете прямо с таксометра, прямо с баланса, без всяких сторонних приложений и на карту любого банка, и даже любого человека, если потребуется. Ну и, естественно, поддержка у меня 24 на 7, поэтому всегда вы можете записать даже ночью и вам ответят. Так что, ребята, обязательно подключайтесь в парк, кстати, уже подключаю как парковых самозанятых, но это не в обязаловку, это все по желанию. Ну и, естественно, все ссылочки будут в описании, в закрепленном комментарии и где-то здесь дублируются на экране. Так что жду каждого. Так, еще один комфортик. Ну уж да, приходится реально его катать. Ну и завершаемый заказ. 10 минут мы ехали, но в этот раз чуть поменьше. 440 рублей, но все равно нормально, не экономка говорится. И еще цепочка была заказ, но это был уже К+. Ну, коэффициент был маленький, 1,13 что ли. Ну и, кстати, 39% осталось зарядки. Наверное, мне на час хватит, потом поеду зарядку. И уже неважно будет, есть ли кэф и нету кэфов, заряжаться надо. Иначе длить точно колонстану, я вообще никуда не уеду. Ну да, как маршрутка. Здравствуйте. Там посильнее такое. Так, конечно. Да, все равно. Так, ну, в общем, на ветеранов. Ну и 16 минут пока плюсу, по счетчику, хотя счетчик особо не накрутил мне, но и, в общем, 553 рубрика. Так, процентов 32. Что-то раздражается она быстрее. Ну и ждем дальше заказ, а потом, может, припоеду реально на зарядку. Ну а так, ребята, эта машина, конечно, сказка. Она против марамойна, что вперед вам никто не садился, делайте вот так вот перед пассажиром. Он подходит к машине. Блин, это жестко-то было. Короче, опускаете нахрен на сидение, и он точно сюда не садится. Потом обратно поднимаетесь. Как-то так. Удобненькая тема, удобненькая. Так, ну что ж, К-плюс коэффициентом хорошим, прикиньте. Поэтому, естественно, берем. Но надеюсь, что не слишком далеко мы поедем. И хватит зарядки. Здравствуйте. Здравствуйте. Там бассейн это где? Ну все, в общем, приехали. 22% надо реально уже ехать заряжаться. Но это 20 минут. 20 минут. И 934 рубля. Блин, коэффициенты, конечно, шикарные. Хотелось бы еще поработать, но боюсь разрядиться, и потом где-нибудь стрянуть. Поэтому лучше поеду на заправочку. Ну, или зарядочку. Ну что, ребят, первый раз заряжаемся. Честно, реально никогда не пробовал. И тоже не знаю, что так делать. В общем, нужно такой найти нам разъем зарядки. Вроде как это и должен быть. Вроде бы, да. Вроде подходит. Попробуем. Вот этот шланг такой тяжелый. Ладно, хоть не падает. Уже хорошо. Так. И теперь вставить осталось. Без камеры, пожалуйста. Так, все, ребята, вставил. Теперь попробовать надо оплатить, или чтобы она заряжала. Ну, что-то надо, в общем, сделать с приложением, чтобы это все пошло и начало работать. Так, далее, в общем, все это делается через специальное приложение. Давайте его сейчас откроем. Выбрать, в общем, нужно, естественно, седьмую колонку, или как это по-другому называется. И свой коннектор, вот, который, кстати, левый. Я левый взял, в принципе. И, как видим, даже если, прикиньте, здесь бренд петербургского транзита. То есть, они что-то им проплатили по-любому. Но мне говорили, что если через петербургский транзит заправляешься, или заряжаешься, это будет 15 рублей киловатт. Типа дешевле, чем на обычных зарядках. Ладно, в общем, убираем. Так, ну, в общем, все. Все, я ввел. Пытаемся теперь зарядиться. Зарядная сессия скоро начнется, но пока она что-то не начинается. Вроде все сделал правильно, но что-то пока молчит. Надеюсь, сейчас пойдет все. Ну, наконец-таки, ребят, разобрался, все запахал. Начало вроде как заряжать. О, идет зарядка. 17% этого у меня, получается, уже было в машине, когда я все пригнал. И вот сейчас пошло. Что-то, похоже, ток не идет. Вот, ладно, подождем, посмотрим. Вот, но пришлось все раз, как говорится, вытащить, ставить, и теперь вроде как заработал. До этого что-то не хотел работать. А, ну вот, все, пошло, пошло. Уже 18%, целый 1% зарядило за буквально там, не знаю, 30 секунд, 20 секунд. Очень немножко. А вот что мне в это все время делать, я вообще не знаю. О, старый. Этот процесс вроде около часа может занять, может, поменьше. Поесть бы где-нибудь, честно говоря, я еще не обедал. А вот где поесть, это я вообще не знаю. Какая-то, по-моему, зона. Не так, что покушали. Не, все-таки нигде я не покушаю. Походу придется ждать, пока она зарядится, потом уже ехать кушать. Потому что здесь поблизости вообще ничего нету. Таксище вызывать, деньги тратить? Куда уж мне? Я не настолько много зарабатываю, чтобы столько денег тратить. А так, в принципе, заряжается она быстро, уже 33%. Это за минуту, наверное, 10, может, меньше, не знаю. Ну, короче, я думаю, минут там 40-50 заряжаться будет всего. И, в принципе, терпимо. Можно поедить, почилить, поспать, я не знаю. Так, спустя минут, наверное, 40. В общем, уже 85%, но что-то как-то после 80% зарядка стала медленнее заряжать. Как iPhone прям, реально, мне так же после 80% медленнее заряжает. Выключить, наверное, надо и делать с концом. Ну, и, в принципе, приложение показывает то, что еще 29 минут, то есть до 100%, это как-то, мне кажется, многовато он показывает. Поэтому, ладно, завершаем зарядную станцию, еще пораньше завершим. Ну, и, собственно, вышло 516 рублей. Это, получается, с 17% до 87%. Я думаю, неплохо, 35 минут всего заряжалось, так что нормально, неплохо. Не так уж и дорого выходит, оказывается. Ладно, погнал я на свой долгожданный обед. Я думаю, не заведется. А, она же беззвучно все это делает, забываю все. Конечно, погнал на свой долгожданный обед, потому что, ну, реально, время уже 7 или 8 часов. А я до сих пор не обедал. Как обычно, как обычно, никого это не волнует. Но я хочу со всеми поделиться. Блин, все пытаюсь рычаг найти. А здесь обычная шайба. Еще и не в том месте, где обычно планируешь дергать что-то. Ну, и да, ребят, совсем забыл. Первого-то заряда у меня хватило где-то на 100 километров. Но, опять же, я взял машину немножко разряженную. Было 85%, в принципе, как сейчас тоже. И заряжать начал только когда 17% стало. То есть, там, посчитайте в уме. Ну, то есть, это не все 100% на 100 километров. И, то есть, я думаю, 100% на километров 150 может даже хватает. Может, 120, 125. Смотря, как поедете и как будете ездить, в принципе. Так, ну, собственно говоря, все покушал. Даже вам этого снимать не стал, чтобы вы потом не говорили, что то сжерешь, то заряжаешь машину. Ну, и, в общем, как видите, райончик никакой не вставляется. Этипалитет 29 стал, потому что лицензия подгрузилась. Ну, и не хочу ставить район, так как нет особо коэффициентов. Нету сейчас таких жирных кафе, чтобы ставить район. Да и смысла этого района, мне кажется, нету. Даже сейчас без района, и тут заказы не приходят по К+. Ну, а уже к ночи, естественно, райончик выстрел по центру. И там уже будут работать. Даже района пришел заказ по району. Ну, ладно, едем. Здравствуйте. Открыть цепь. Как все? Здравствуйте. Ну, тут такие, наверное. А также, да, вот. И посильнее. Я одного посильнее. Закрыл? Нет. Там посильнее. Ну, как маршрутки. Поил. Нет, еще снимался, спасибо. Не жалейте. Ага. Да. Я вам еще так скажу, оно еще электрическое. Серьезно? На, серьезно. Ты не верил. Нет, плохо. А где файша заряжается? Ну, есть зарядки специальные. Там их уже много в городе. Есть платные. И теперь уже расставать начали? Ну, да. Нет, плохо. Бесплатных мало осталось. Обычно, ну, платные. Но платные, там, в принципе, они быстро воздержают. Ну, то есть, там, не два часа ждешь, а, там, грубо говоря, минут 30-40. Угу. Так, где-то на ветеранов я. Ну, конечно, ценник все равно не тот, не то, что было днем, поэтому 7 минут 271 рубль. Хотя был небольшой даже коэффициент, но подача была конская, ребята. Реально конская. Офигел до него еще и ехать. А до этого заказа, ребят, приходил заказ, тоже зеленый, на, получается, север города, там, на Гранд Каньон 32 километра ехать. Я открестился и отменил его, потому что, ну, блин, 32 километра, это, извините меня, 1 третья часть моего электричества сожрет. Вот, нахрен-таки и заказы. Все, дальники не. Маленькие каратулечки желательно с коэффициентом. Дальники все, на этом машине не надо, не надо. Вот, на каратулке нормально, в принципе. 6 часов можно покататься по каратулкам. Ну, что-то как-то не радует мне каплю совсем сегодня, зеленый уже пошел. В общем, выставил райончик по московскому району, там даже немножко Бухареевску захват и так далее. В общем, буду там пока что катать, вроде там даже есть коэффициенты. Может быть, и работа есть, но, как видите, зеленый комфорт плюс в 8 часов вечера, ну, как-то странно. Под Новый год-то. Ну, да, ну, да, пошел я, ну, вы поняли, куда. Заказ отменен, естественно, ну, и хрен с тобой. О, вот это счастье, зато заказ следующий у нас с коэффициентом 1.32. Конечно, каратыш, но все равно коэффициент приятненький. Едем дальше, значит. Здравствуйте. Статчик, да? Да, все. Так, ну, в общем, еще одна каратулечка. 5 минут, 5 минут и 316 рублей. Ребят, вы не поверите, работы нету, я еду в сторону центра, по делам, конечно, выставил, надеюсь, заказ придет, но вообще здесь на крайней делать нехер. Нету, работа, не приходит заказ, это без кнопок, с кнопками без разницы. Короче, что-то как-то странно, но ладно, поеду в центр, попробую там покатать, тем более 70% заряда, выбора у меня особо нет, дальники уж точно и не покатаю. Ну вот, не зря ехал, каплюсик. Эй, принять, принять, каплюсик 1.39, капецентик. Я, естественно, не в том или доме, поэтому поедем в другую сторону. Здравствуйте. Здравствуйте. Она как-то... Вот так. Давай, дай, здесь. Как маршрутка почти. Да, мы еще призвали, поэтому можем дверь открыть. Ну себя говори, призвали. Оп! Если кого укачают, у меня есть пакетик. Укачают, потому что у тебя и твоих детей. Ну, как нет. Мы те еще персонажи, поэтому... Давай, закрывайте, дядя. Сейчас, секунду. А что, там с другой стороны по-другому? Да, а почему? Полмят, как у вас купить, да? Вот так там. Фига себе. Так, все, в центре я. Ну и 15 минут по каплюсу, естественно, кстати, только каплю сейчас я включен. И выходит у нас 615 рублей. Ну и почти сразу, сразу район я включил, и работа поперла. Офигеть, каплюс, мой тариф, я могу даже катать. Здравствуйте. 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 Посидеть только. Ага, сейчас вы найдете. Александр Грина, да? Да, да. Ну что ж, я на Ваське. Ну и 30 минут километров на 12-15. Ну нормально так. Батареи свои сожрал. Ну и 873 рубля. Так, и далее на Робинштейна ближняя подача 1,59. Даже особо не ждал. Офигеть, каплюс работает. Наконец-таки он заработал в центре города. Ну, конечно, капли сейчас небольшие, поэтому люди себе могут позволить каплюс заказать. Здравствуйте. Добрый вечер. По семье это было? Да. По семье. Нет? Еще сильнее. Здравствуйте. Ага. Отлично. Розенштейн, да? Да. Какая в машину, как с интересной. Электрическая. Да, я так и поняла, что электрокарты. Здорово. Я тоже. Ну что ж, еще один заказик. И тоже хороший, шикарный, почти 25 минут и 873 рубля. И 50% заряда. Ребят, прикиньте, КПлюс 2,53, да? Я только что включил Каном. Я ждал заказа хрен знает сколько. И сейчас пришел не Каном и КПлюс. Это Яндекс так типа угарнул на дону или что? Я жду, блин, свой тариф. Не приходит. Включая Комфорт, не приходит. Включая Эконом, приходит мой тариф. Как? Как так-то? Ну, короче, вообще заказы очень-очень долго идут. Настолько долго, что я уже психолог. Здравствуйте. Там поселение такое. Да, да, да. Биквайн, да? Кто здесь, там? Да. Хорошо. Спасибо. Ну, то нет, что. Что там там? Так, а чтобы открыть, все... На себя, да. И тяните на себя. Афигеть. Ага. А потом поселение так же закройте. А потом просто закрыть. Ну, да, да. Все приемлемо, спасибо. Ну, да, да. Ага. Ну, да, что-то. Прикольная девочка, прикольная. В общем, 23 минуты... 23 минуты... 1333 рубля. Готово, отличненько. И следующий заказ прямо сразу отсюда я взял и уехал. Ё-моё. На месте. Привязать, что ли, сдавать теперь? Моршутка. Здравствуйте. Электрическая, нет? Не, ручку, конечно. Электрическая... Не-не-не. Понятно. Электрическая, она как бы работала, но что-то перестала. Ага. Китайцы. Ну, да. Главное, хоть пока сам работает электрический. Ну, самое главное, работает, что едет. Нескран, да, у вас? Да. Он электрический, да? Ну, машина вся, ну, электроновитель. Электроновитель. Есть, они еще электроновители. Ну, хочу сказать, шумноватый. Ну, слышно, когда едешь, когда стоишь, вообще ничего не слышно. Ну, понятно. Ну, эти все, ну, слышно, приводы все работают. Ну, сколько заряда хватает? Да, если прям полностью зарядить, ну, километров 120, наверное. Да ну, нафиг. А то, что сейчас зима. Лето... Можем встать где-нибудь? Да нет, не станет. 40%. Летом 250 километров, говорят, когда тепло. Ну, это не проверено, но это не проверено. А зимой, типа, ну, как айфон, а зимой, быстро разряжается, так же тут. Примерно то же самое. Ну, что ж, я на конюшене. Красиво тут, конечно. Ну, и в общем, 15 минут. 15 минут. И 941 рубль. Стабильненько, классненько. И уже полностью пошел следующий день. А я еще ничего не заработал. Потому что все, по нулям. Ядрить, колотить, комфорт проснулся с коэффициентом 3.83. Ребята, вот это кэф. Вот это кэф. И едем, даже комфорт такой негрешно покатать, как говорится. Лишь бы машина не разрозилась, уже 36%. Я думаю, максимум часа продержусь в центре, потом поеду домой. И на зарядку, точнее, а не домой. Здравствуйте. Дружище, сейчас езди минуты. Да, да похеру, держись. Да похеру, подождешь, типа, да. Короче, завершил заказ, клиент сказал, все, можешь не ждать. Хотя просил вроде подождать. А потом, оказывается, не ждать. Хрен поймешь. Ладно, 5 минут постоял. Все равно за 10 минут заработал 1400 рублей. Поэтому неплохо. Блин, классно, но зарядки мне не хватит. Извини, братан. Ядрить, колотить. 4.0 комфорт. К плюс, конечно, не приходит. Ну и ладно. Комфорт такой, мне тоже нравится. Все, ручак. Вот, пытаюсь ручак найти. А тут все, все тут. Непривычно, непривычно. Это как на Мерседесе, когда катался, тоже было непривычно. А потом привык, сел на BMW и охренел, что на BMW кастся ручак. А на Мерседесе не ручак. В общем, как-то так. Ну, ребята, знаете, какой прикол? А в том, что я поеду на тот же сам адрес, который я должен был ехать с тем пассажиром, которым 1400 перевел за просто покатушки на 5 минут и 5 минут ожидания. И сейчас поедем повторно на этот же адрес. Видимо, что какая-то там туса собирается. Первый пассажир туда едет. Ну и надеюсь, теперь доедем. Хотя намного лучше не доезжать и просто получать на халяву бабки. Но, я думаю, на этот раз так не повезет. Здравствуйте. 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 А посильнее-то, я не затолкнусь, ладно? Да. Александр, вы вина, да? Да. И снова здесь я оказался. Ну и 20 минут. И жирненько-классненько. Это был обычный комфорт. 1368 рублей. Так, и 28% заряда. Я сейчас спать хочу. Время, час ночи. Не знаю, наверное, все-таки она оставится домой и пытаться уже подводить итоги. Опа-на, опа-на. А, 237 на десантников. Это почти в сторону моего дома. Правда, зарядка не дома. Зарядка нифига не дома. Поэтому придется все равно ехать потом на зарядку. Так как иначе завтра я никуда вообще не поеду таксовать. И вообще машина останется камнем, наверное. Но это не точно. Я не проверял и не хочу. Поэтому, ладно, везем сначала почти домой, а потом везем себя с машины на зарядку. Ну что, ребята, всех привез, всех отвез. В общем, с первым пассажиром там вышло 1800, что ли. И второго еще пассажира довез до дома, за 300 рублей на соседнюю улицу. И у меня паника, ребята. Зачем я это все сделал? Потому что у меня 12% заряда. 12% или 25 км, что мне кажется, это врет. Но, в общем, как-то так. Едем на зарядку и надеемся, что мы доедем. Потому что я не хочу у квадра заказывать что-то как-то вообще. Не настроен сегодня на это. Ну все, ребят, можете поздравить. На пятой колоночке заряд еще 8%, 15 км. Так что сейчас заряжусь, ну точнее поставлю на зарядку и подведем итоги. Так, ну что, в общем, пока мой автомобиль заряжается. Давайте, естественно, подведем итоги, сколько я сегодня заработал за 10 часов. Потому что заряжал я автомобиль, естественно, много. Времени тратил много, но еще кушал я, ну, как бы 10 часов реальных рабочих. Так, ну заработал я именно за пятницу, 9 тысяч 812 рублей, 14 заказов сделано. Ну и плюс суббота, то есть, что получается после полуночи было, это 4 тысячи 632 рубля. Ну а в сумме роняется почти пятнашечка. Еще, кстати, 30 рублей был мой личный заказ. Так, ну естественно, теперь по расходам. Ну, правда, для начала хочу по поводу моего района рассказать. Ну, то, что, помните, я говорил, то, что он будет там без комиссии дополнительной и так далее. Это все реально работает, но, оказывается, нужно работать было через парк. Причем через парк, который очень давал на машину. А я не работал, естественно, конечно, эту прыжку не получил. Хотя какая разница, мне снова промокод. Ну и сейчас вы видите, получается, грязную прибыль. Ну, давайте реально посчитать расходы, чтобы показать вам реальную прибыль. Так, ну расход первый сам, конечно же, автомобиль. Он составляет 1990 рублей в сутки, что, в принципе, очень классно, потому что это К+. Так что аренду вычитаем дзынь. На электричество я сегодня потратил 1000 рублей целых. Проехал я сегодня 200 километров. Вот не соврать, больше она вряд ли бы проехала. Ну и по факту больше вычитать нечего. Сейчас вы видите реально мой чистый результат. То, что я в любом случае заработал. Это хорошая сумма, больше десяточки. Но так как был промокод, а если бы промокода не было, то нужно было бы учесть как раз таки 25%. И пофиг то, что мой район опять же катал, потому что через парк Бейзи работал. Все было бы без дополнительной комиссии. Так что 25% почитаем почти из 15 тысяч рублей. И получается то, что реальный заработок остается вот такой дзынь. Что в любом случае, я думаю, неплохо. Потому что все-таки я сегодня работал немножко не так, как я люблю работать. По-моему, районы катал. Очень много было простоев, естественно. Но в любом случае что-то заработал. Ладно, ребят, большое вам спасибо за просмотр. Надеюсь, все-таки Лука заслужил. Поэтому лайки поставь под видео. Ну и подписочку оформляю, чтобы не пропускать другие видосы. Ну а вам я, естественно, желаю намного больших заработков. Ну и в принципе, с наступающим Новым Годом вас! А может быть для кого-то уже с Новым Годом, потому что я не знаю, когда вы смотрели этот видос. Ну и в любом случае, желаю в этом Новом Году, чтобы у вас реально все было. Все, что вы захотели. И никаких проблем у вас не было. Ну и также, конечно же, очень главное, чтобы было здоровье крепкое. Как у вас, так и у вашей семьи. Ладно, ребят, большое вам спасибо за просмотр. Ну и в общем, всем вам пока!